сегодня про еще одну микроуху стабилизатора тока ну и линейного драйвера стадиодов амс 7140 возможно они есть и в виде модуля должны быть микроуха относительно популярная и судя по состоянию микросхемок они прямо где-то прям валялись и валялись судя по всему очень долго ну зато нет никаких сомнений в оригинальности данных микросхем шах контактов у микросхемки 1.27 поэтому для опытов его вполне можно впаять в сошный переходник и дата-шит это у нас относительно высоковольтный с низким падением напряжения регулятор тока с максимальным выходом 700 миллиампер выходной ток может быть задан внешним резистором и есть еще нога для для включения выключения точнее и есть еще есть еще защита от перегрева ну и в отличие от цен 5711 или какая там была тут напряжение до 50 вольт то есть вполне можно использовать для бортовой автомобильной сети либо для каких-то автономок либо для стадиодных сборок там напряжение по моему до 36 вольт и тоже помещается да хотя есть и 12 вольтовые в общем все это будет работать так описание ног методика расчета рассеиваемой мощности да стабиозор линейный и напряжение на выходе должно быть близко к напряжению падения на стадиодной сборке ну да ток может быть изменен внешним резистором либо шим-сигналом на входе уе то есть на вход включения так неужина схема включения может даже скрестить с dcc преобразователем так это у нас расчет радиатора на держа расчет тока задающего резистора ну видимо здесь то есть выходной ток нужно 500 разделить на ток сета ток сет это 1 на 2 разделить на сопротивление резистора нашел тут еще один pdf с демонстрационной платой ну и методика расчета и рекомендации здесь принципе те же рекомендуемое напряжение на входе должно быть чуть выше чем напряжение падения на самой микросхемке напряжение падения 0,35 вольта впаял я микросхемку и даже что-то сейчас кидал на макетке резисторы здесь два резистора по одному кило ому последовательно микруха должна выдавать 300 миллиампер если расчеты верны есть у меня такие светодиоды на 50 ватт но они 12 вольтовые ну понятно что микруха эти микруха это их не раскачает но не знаю как вариант может быть есть у меня вот такая вот странная светодиодная лента лента это от потолочных светильников здесь светодиоды в двух группах они подключены последовательно и как видно тут нет никаких госящих резисторов каждый этот сегмент это один ватт но один ватт на одну группу и этой ленте нужен ток как раз таки примерно 300 миллиампер сейчас эта лента подключена к известному лабораторнику который сейчас может выдать максимум 11 вольт и длины этой ленты слишком много светодиоды подключены последовательно поэтому чем длиннее лента тем нужно больше напряжение она начинает гореть где-то здесь до конец ленты здесь должен быть замкнуты так все это последовательно да это надо ближе да вот так она горит при 300 миллиамперах и потребление 3 ватта как раз таки 1 2 3 наверное имеет смысл снизить чуть-чуть ток там 250 миллиампер сделать в общем ладно главное что 12 вольт три сегмента до 24 вольта как раз таки хватит чтобы зажечь что тут небольшую ленточку но этого блока питания мало ну что ж другой блок питания старым здесь на выходе может быть 28 вольт и ограничения в пол ампера думаю для проверки хватит ленту я уже подключил на выхода на микросхемы мы опять же то один сегмент только и ничего да почему плюс сюда резистор на минус включение до включение никуда не подключена что вроде воздухе надо было вставлять нет перепаял микросхемку ну и ничего не изменилось принципе то что принципе должно было измениться также 2 килоума выход пятая нога и она идет на минус плюс сюда на прохе можно подбавить но ничего не опять же не изменится как там кто-то говорил никогда такого не было и вот опять короче я помучился тогда немного ничего из этого не вышло ну и вот заказал еще микро в другом магазине и амк 7150 на пробу но приехали точно такие же не знаю по состоянию уж точно если эти не заработает то я тогда уж и не знаю в общем сейчас впаиваю и подключаю все заново перепаял микросхемку вот старая но и здесь вот все те же два резистора по одному килоуму так первое если не ошибаюсь это вход питания он же плюс да здесь те же тот же блок питания и там 26 вольт 26 вольт и пол ампера так и это же плюс на светодиод значит вторая нога это у нас управление током третье это масса там наверно не видно ничего но как есть так а выход это четвертое включение пятый выход так таташит верится с даташитом до 4 и 5 output и он на катод светодиода то вы что работает что ли не может быть ну и судя по яркости как раз таки там примерно 350 миллиампер и есть плохой контакт или нет нет это защита от перегрева так работает микруха перегревается начинает страбить занятно ну да там тут уже плавится начинает то есть добавок еще и микруху спалить довольно проблематично неплохая микросхемка когда работает снизил напрогу до 14 вольт на блоке питания и смотрим ну считаю что не греется чуть-чуть тепленькая то есть пред в таком режиме будет работать долго и счастливо даже без радиатором так я хотел ток посмотреть 288 миллиампер в общем 0 3 ампера что соответствует расчетной нет все же немножко нагревается то есть радиаторы не повредит и напряжение завышать тоже не рекомендуется должно быть близкое к напряжению падения но так палец держать можно и светодиодная лента ради которой все это и затея влевалась видно тоже все работает здесь перемычка запаяна внутри элемента все же работают до стадиодная лента чуть-чуть нагревается и ну и ей нужен радиатор это обязательно вот микросхемка нагревается сильно но это опять же из-за напряжения каков итог не все китайские магазины одинаково полезны и микрухи они все-таки отличаются но опять же уверен что кто-то напишет что мол можно взять такой дцц преобразователь со стабилизацией тока можно конечно только размеры и цены сравнивать не обязательно ну а там где нужен небольшой дешевый драйвер вполне применимо как бы защита от перегрева здесь тоже работает и схема подключения простая да нельзя в общем на этом все ссылки все как всегда в описании спасибо за внимание пока пока